Русские народные сказки Русская народная сказка Новгородской губернии называется «Наговорная водица». Русская народная сказка Не я ему поперек, а под старость Точно моего стоякашку подменили Такой стал ругатель, такой поперечник Что слова не скажи Ну, конечно, он мне слово, так я ему двадцать Он мне два, так я ему двести Уже не уступлю, конечно А у его язык не так быстро ворочается, как у меня Так он возьмет меня, да, кулоткой и кинет Он сапожник был, но он меня кулоткой, так я в его скалкой Ухватом, чем попало, так у нас по избе-то так вихры и ходят А соседи говорят, ну, у Саватеевых опять стражение началось Так все стражение и звали А тут под праздник он меня так побил Что я вылезла на заваливку Сижу да плачу Бабы, конечно, мне сочувствуют, ревут Потому у каждой такое стражение бывает Вот, значит, сидим-то мы ревем А тут подошел странник Ну, слушал, слушал, да и говорит Ой, бабонька, да будет тебе реветь-то Слезам горю не поможешь Ты вот что Не пожалей-ка ты пятерки Да сходи на Захарина к старичку Хорошо помогает Господи, пятерки, да я десятки не пожалею Только помогу старикашку исправить Ну, я скорехонько в узолок пятерку завязала И по задворкам, по задворкам Ну, тут близехонько Избушечку мне показали Такая махонькая избушечка И старикашечка такой чистенькая Его родушка клинышком И рубашечка беленькая Ну, тут я ему все рассказала И как мы с молоду жили И как под старость И как он мне слово Я ему двадцать А он все дэк-дэк-дэк-дэк-дэк-дэк Только и разговору было А потом сходи-ка, говорит, родима На колодец за водой Ну, я воды принесла Он ковшом зачарпнул Что-то пошептал, пошептал Потом в бутылочку налил Да и говорит, вот тебе наговор Наводиться И чтоб ни один человеческий глаз Ее не видал Ну, я ему пятерку сунула А он, домой придешь Да мужик станет кричать Что делать будешь? Хип, я сама такой крик Подыму, что на другом конце Деревни будет слышно Нет, говорит, при наговорной Водиться нельзя А ты возьми в рот махонькой глоточек И смотри, не плюнь, не глотни Пока он не успокоится Ну, тут я его поблагодарила Да бегом домой Только подхожу к дому Слышу орет мне своим голосом И по стулу кулачищем Бац, бац Батюшки мои, думаю, столы-то расколют Хотела я его тут наругать Да потом вспомнила Про наговорную-то водицу Скорее в рот глоточек взяла Вхожу в избу А он, где было? Шелкопуха А я М-м-м-м-м-м-м Он говорит, почему самовар не поставлен? А я опять Потом самовар поставила, сахар наколола Он сел и говорит, ну садись, чё, замычала А как я сяду, когда у меня во рту-то наговор наводится? Ну потом смотрю, он успокоился, за работу сел, тут и я напиласа Как его опять разорвет? Почему, корова, не загнана, я опять в рот воды глоточек да по комнате-то А он глядел-глядел, глядел-глядел, да говорит, баб, да ты что? Может, ты испугался чего? Так ты не обойся, я тебя не оттрону Подошёл, на меня по головке и погладил Господи, пять лет я такой ласки не видала Вот тут-то я и смякнула, какая сила в наговорной водится Ведь эдакой махонькой глоточек, а эда какого мужчину смирил Вот тут я и стала Как он кричат, так я в рот воды и по комнате Так только семь дёны поделала Ой, дак мужик от мой стал, такой ласковый Да такой хороший, господи, лучше, чем с молоду Фу ты, батюшки А к чему это я вам всё рассказываю-то? А может, среди вас у кого такое страженье бывает? Так, пожалуйста, приходите У меня ещё полбутылочки осталось Хорошо помогают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому